С марта в Беларуси вырастут трудовые пенсии, указ подписал президент. В результате перерасчета суммы выплат увеличатся на 6,3%. Связано это с ростом средней заработной платы по стране. При этом поднимутся и другие виды выплат по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Всего с бюджета на эти цели планируют выделить больше 16 миллиардов рублей. В Беларуси утвержден план мероприятий по проведению Года исторической памяти. К ним относятся День защитников Отечества и Вооруженных сил, День Конституции, годовщина трагической гибели жителей Хатыни, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками, День единения народа Беларуси и России, праздник труда и не только. Министерство информации объявило конкурс на лучший логотип Года исторической памяти. Принять участие могут все, кто проживает в Беларуси. Заявке нужно приложить краткую пояснительную записку с описанием. Работу необходимо отправить не позднее 24 февраля на электронную почту ведомства. Российские и белорусские военнослужащие приступили к этапу боевого слаживания на полигонах страны. Цель – подготовка к совместным действиям. Участвуют мотострелковые подразделения, экипажи танков, боевые машины пехоты и артиллерийские расчеты. Эстафета Олимпийского огня стартовала в Пекине. Из-за пандемии маршрут и продолжительность значительно сократили. Кроме того, ее этапы будут проходить далее от людных мест и районов. Первые в истории в эстафете участие примут не только люди, но и роботы и машины.